Полтора гектара земли в центре Харькова. Горсовет отдал в аренду в 2004-м. Фирма «Харьков Москва» обещала построить здесь торгово-офисный центр в 27 этажей и жилой дом с многоэтажной парковкой. Но бизнесмены лишь вырыли котлован и работы остановились. В адрес городского головы неоднократно приходят жалобы жителей города, а также юридических организаций, находящихся в зоне предполагаемого строительства. С просьбой засыпать котлован, а также открыть движение по улицам Гражданской и Короленко. Котлован, говорят чиновники, вот-вот обрушится, а следом и стоящие рядом здания. К тому же в опасности сети – газовые, тепловые и водопроводные. У меня, как у руководителя репортамента, возникает очень большая тревога в случае проседания грунта и, может, нарушение герметичности сети, которая там находится. Призвать к ответу чиновники хотят директора фирмы-застройщика Александра Дукера. Но на заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности он не пришел. В мэрии жалуются, ни на какие переговоры бизнесмен давно не идет. Господин Дукер ведет себя как простой авантюрист, ссылается на то, что он является гражданином Израиля, фугает нас с жалобами в посольство Израиля о том, что мы тут иностранный капитал пытаемся гнобить и не давать развиваться. На защиту шефа встает его заместительница. Женщина рассказывает, котлован безопасен и вскоре там закипит работа. Строительство мы планируем начать в этом году. Но словам чиновники не верят. Говорят, на строительство у бизнесмена Дукера попросту нет денег. Если бы это был господин Трамп из Соединенных Штатов Америки, мы бы поверили, что такое здание он может построить. Вы поняли, да? Потому что он строит здание стоимостью миллиардов и так далее долларов. У господина Дукера таких денег и запаха никогда не было. Чиновники дали застройщику месяц. За это время он должен устранить все недочеты и либо начать строить, либо законсервировать объект. После управу на нерадивого бизнесмена будут искать в Киеве. После этого мы обращаемся в Государственную комиссию, принимаются соответствующие решения и основания для суда расторгнуть этот договор между госполкомом и предприятием Харьков-Москва. Пока же договор аренды между Дукером и мэрией действителен до 2025 года.